И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Всё, на завод устроился. Извините меня, деньги на донат нужны. Да не сыты, ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май, заводик подождёт. Братуха, скажи, а сюжет глубокий? Капитан Очевидность, какой может быть сюжет в Варфейсе, скажи мне? Варфейс ведь, по сути, наследник Крайзиса. Ну, в плане подхода к сюжету, примерно так оно и есть. То есть, сам сюжет вроде как в наличии, но сука совершенно не цепляет и ни хрена в нём непонятно. В том же Крайзисе, например, я запоминал главных героев, было пару сценок таких немного задевающих за живое. Но в целом, что, зачем и каким хреном там происходило, я так и не понял. Кроме графы и интересного геймплея, там, по сути, по-моему, ничего и нет. Особняком разве что стоит Крайзис Вархед. И там сюжет вроде такой примитивненький, но как-то запоминается и ясен. А я, в свою очередь, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и новая ПВЕ-миссия Варфейс. Да-да, друзья, вы не ослышались, именно ПВЕ-миссия не очередная всратая геморройная спецоперация, а тот самый стиль, который мы когда-то полюбили, благодаря которому многие-то в Варфейс и пришли. Получше Блэклуда будет. Не могу сравнить, Капитан Очевидность. Да, друзья, мне, к сожалению, это не под силом. По одной простой причине, я в Блэклуд никогда не играл. Да-да, представьте себе, вы сейчас смотрите на человека, который никогда, ни разу вообще в жизни не запускал Блэклуд. Я не знаю, что это за спецоперация и как она выглядит. И причина невероятно проста. Это моя принципиальная позиция, я сказал, что в спецоперации я играть не собираюсь. Сказал это я ещё старым разработчиком, по-моему, было это во время миссии, точнее, спецоперации ограбления. Она вышла, я поиграл, сказал, всё, ребят, спасибо, ПВЕ-контент такого рода меня больше не интересует. Какой-то гемор, какие-то, сука, турели, ресурсы, геморройные боссы, как на Марсе. Если нравится, играйте, я пас. Так что, Капчик, по Блэклуду не скажу ничего, но поверь мне, мне в целом-то есть что сказать. Друзья, та самая, сука, атмосфера вернулась и приумножилась. Местность, сука, грандиозная, красота кругом, простор, красивые луга, деревья, скалы, реки, масса зелени сочной. И огромное количество экшона. Именно так, кратко можно описать новую ПВЕ-миссию Warface. Более того, друзья, не побоюсь сказать, что за последние несколько лет, ну так, наверное, лет за пять, это лучший ПВЕ-контент, который только появлялся в Warface. А лодусы, честно, удивились, сука. Я думал, что с вами игра будет исключительно покорять новые, скажем так, рекорды, направляясь всё глубже, глубже и глубже к Марианской впадине. Но вы таки сумели, могёте, ребятки? И насколько сложен этот новый шедевр? Ты знаешь, тут вот такое вот двоякое впечатление. С одной стороны, вроде как, простая ПВЕ-миссия, даже написано, что она там лёгкая. На самом деле, друзья, это совершенно не так. Более того, скажу вам, она такая сложноватая. Что-то вроде миссии профи. И даже, наверное, пожёстче, потому что меня там убили, наверное, с десяток раз точно. И, кстати, боты там необычные, не те, кому мы привыкли. Хотя такие тоже имеются. Многие из противников это, по сути, те же игроки. То есть они одеты в такие же скины, как игроки на ПВП. И вы знаете, они даже двигаются, по-моему, как-то не так. У них посложнее попасть, нежели в обычных ботов. Да и дамажут, будь здоров. В некоторых моментах даже складывается впечатление, что ты играешь где-то на паблике, а не на ПВЕ. Нагиб зашкаливает, и булки расслаблять часто возможностей попросту нет. Но при этом нельзя назвать данную ПВЕ-миссию какой-то действительно очень сложной, геморройной, не знаю, раздражающей. Нет, если у вас есть знаки возвращения, даже там умрёте вы раз десять, вы всё равно будете наслаждаться истинным геймплеем, из-за которого мы многие в Warface пришли, и многие из нас по этой причине тут и остались первоначально. Бежишь, стреляешь, нагибаешь, наслаждаешься. Слушаешь сюжет, не запоминаешь, как всегда, потому что сюжет так себе, но в принципе интересно. Годно, зрелищно, сука, какие-то спецэффекты. И даже столкновение с Эдом и бронетехникой противника устроено так, что не вызывает никакого, знаете, такого органического неприятия и отторжения. Сложность есть, но она умеренная. Геймплей активный. Качество окружения и общие ощущения на высоте. Звучит заманчиво. А что по наградам там, Рокутагин? Что касается наград, Капитан Очевидность, пока ничего не известно, потому что награды нам не показывают. На ПТС какие они будут, мы не знаем, понимаешь? Пока мы тестируем только миссию. Но! У меня есть предложение на этот счёт. Вне всяких сомнений, я думаю, что большинству игроков, они однозначно понравятся. И нет, я не хочу обсуждать, сколько варбаксов кому дадут, какие бонусы, короны. Я думаю, что это всё прошлый век. Я скажу так, разработчики, у вас получилось. Вы создали классную ПВЕ-миссию. Реально интересную, приятную в геймплее, не навязчивую, интересную, в меру сложную, не геморройную. В это хочется просто играть. Но многие игроки просто так, как бы, играть будут, но недолго. Нужны какие-то бонусы, понимаете? Чтобы хотя бы один раз, каждый день, они проходили эту ПВЕ-миссию и создавали онлайн, так сказать. И, кстати, от моего приложения, вот вы видите, онлайн в целом в Варфейсе повысится. Да! А приложение простое. При первом прохождении миссии, игрок получает либо фиксированное количество деталей модификации, либо коробку удачи с этими самыми модификациями. И последующие ПВЕ-миссии, которые, я надеюсь, вы будете делать, будут иметь точно такую же механику вознаграждения. Что, с одной стороны, повысит их популярность, а с другой стороны, позволит игрокам хоть какую-то лишнюю копеечку каждый день в этих деталях себе заиметь. Ведь детали, будем честны, всё-таки это проблема. Да, сейчас некоторые начнут говорить, особенно наши разработчики, комьюнити-менеджеры, но это же можно купить в каких-то там новых событиях, получить с помощью каких-то контрактов, заданий и т.д. и т.п. Но я думаю, что эту тему мы глубоко, глубоко и надёжно разберём в следующем видео. Ну, или через одно, посмотрим, как получится. Я хочу, в общем, снять видео, вообще, куда катится Warface с системой модификации. И нет, там не будет только негатив, там будет конструктив, плюсы, минусы, как бы, недостатки, что я предлагаю сделать, как я предлагаю сделать, как предлагаю изменить. Но вообще, я заметил, что система модификации, а в частности, детали становятся проблемой, и проблемой острой для очень многих игроков. И возможность как раз немного сгладить сложившиеся обстоятельства, ситуацию, и при этом действительно популяризировать снова, так сказать, восстановить былую мощь ПВЕ в Warface, это как раз хотя бы за первое прохождение некоторое количество деталей кто-то отваливает. Так, пожалуйста, не 5-10 деталей, там, десятки, можно даже соточку, либо коробка удачи. И будет Гаднателло. Про детали плюсую, и давай-ка, братишка, свой финальный вердикт. Как? Мой вердикт однозначен. Это великолепно, без шуток. Да, друзья, у Алодусов получилось. Серьёзно, я не знаю, почему наши прошлые разработчики, они ведь тоже умели делать ПВЕ-миссии, и делали классные миссии. Они вот как уперлись вот эту прям вот, сука, рогом, блин, нет, будем делать спецоперации. Игроки говорят, ну сколько можно, ну блин, ну чё это, ну блин, ну серьёзно, а как же ПВЕ-шки? Нет, мы уперлись, всё там, и пошёл вот этот хардкор. Марс, не Марс, сука, вукан там, всё подряд, рой какой-то. Не, конечно, можно, да, это всё тактики, фигартики, да. И вы поймите, люди не хотят тактики, люди хотят просто побегать многие ПВЕ-шки. Хотите, делайте для хардкорщиков, пусть они играют свои там тактики, разрабатывают, как кого убивать, как какого босса проходить. Я совершенно не против, я люблю обычные ПВЕ, я преимущественно ПВП-шник, и мне хочется пойти на ПВЕ, пострелять. Помните эти старые миссии, блин, эти оборононастройки, сука, вот это вот всё там, Балканы, классно, оно так ненавязчиво, просто вроде бы, да. И наши старые разработчики говорили, ну это прошлый век, ну это такие коридорные миссии, туда-сюда, пятое-десятое. Ну как вы не поймёте, ну в этом же весь сок, всё гениальное просто. И ты знаете, как молодой юноша-студентик, он говорит, блин, главной девушке не внешность, главная душа. А потом он вырастет, потрогает силиконовые сиськи, оценит жопу и поймёт. Ха-ха-ха, да, так оно и бывает. На самом деле, не так уж и много нужен для счастья. Нужны обычные ПВЕ-миссии. Для любителей, пожалуйста, спецоперации, хоть на час, хоть там три таких будет босса, как на Марсе, да никто не против. Но дайте обычным людям простой, обычный, ненавязчивый, ясный, понятный, приятный геймплей. Всё, ничего не надо. И вот эта ПВЕ-миссия, она попала прямо в десятку. Она попала туда, куда и надо. Осталось только дать нормальные, достойные награды, желательно в ресурсах, не просто в коронах варбаксах. И всё, и всё. Это просто 10 из 10 попадания. И никак иначе. Поэтому моя оценка, впервые, наверное, за очень большой период в Warface, я оцениваю просто обновление, именно вот в плане ПВЕ-миссии. ПВЕ-миссия 10 из 10. Шикарно, великолепно. При условии хороших наград, это второе дыхание. Кап, чё это за композиция с каким-то петухом? Чтобы ты себя в своей тарелке чувствовал. А, сука, иди сюда.